Павел Николаевич, я в шоке, честно говоря. Ну, это вообще, все ягоды полузелёные. Все в шоке. Христиане всегда надеются на лучшее. Поэтому, а готовиться всегда к худшему. Директор главного поставщика подмосковной клубники, совхоза имени Ленина, Павел Грудинин, говорит, что клубника в этом году всё-таки будет. Но чуть позже, через неделю. Вся та ягода, которая продается сейчас под видом подмосковной, привозная. Как всё-таки отличить подмосковную клубника от греческой или турецкой? Первое, она пахнет. Второе, когда ты её раскусываешь, она даёт сок. То есть она прям, рот наполняется соком. Ну и она не лежит долго. Если наша ягода, например, мы должны продать свою ягоду в течение суток. Если мы её в течение суток не продаём, мы её перерабатываем. На бескрайних просторах совхоза найти созревшую клубнику сейчас, ох, как непросто. В основном на гроздях зелёные и чуть розовые ягоды. Вот этот синдром специалисты называют белый носик. Посмотрите, внешние ягоды вроде красные, зрелые. Поднимаешь, а вот здесь всё ещё бледненькое, даже зелёненькое. Кстати, сорт Алба. Между прочим, считается самый ранний. Но пока ещё, честно говоря, ворвиглаж. Для того, чтобы плоды стали сладкими и набрались сахаров, конечно, необходимо много солнца, которого в это лето явный дефицит. Но всё же специалисты уверены, что наша клубника ещё своё возьмёт. В тот момент, когда она у нас, получается, уже практически налилась и начинает созревать. Вот тогда она может быть водянистая и не такая сладкая. А так как у нас основной процесс ещё, вот она, ещё зелёная, она не наливается. Поэтому, скажем так, что она свои вкусовые качества не очень-то и потеряла. Сейчас в день удаётся собрать максимум 50 килограммов созревшей ягоды. Поэтому массовой реализации подмосковной клубники ещё нет. В прошлом году в это же время мы продавали порядка 20-25 до 30 тонн в день. Сегодня, вот видите, из-за погоды мы практически ничего не продаём. Если только прийти в клубничные киоски ранним утром, можно купить килограмм другой подмосковной ягоды. К полудню прилавки уже пусты. А где клубника? На поле собирают ещё. А была сегодня уже? Была. А сколько было? 370 рублей. Стоило. А сколько всего килограмм было? Ну, килограмм 50 было. Быстро продали? Да. 370 рублей за килограмм. Дороговато. Тем не менее, люди идут специально именно за подмосковной ягодой. А что, вам только имени Ленина нужно? Такая клубника? Да, конечно. Мы за своего производителя. А на рынках полно краснодарской и крымской клубники по 300 рублей за кило. Есть и греческая по 200 рублей за полкилограмма. Хоть эта ягода и запрещена к ввозу. Греческая? Да, вот эта греческая. Упаковка 200 рублей. Но тут меньше килограмма? Да, да, да. Полчила 200 рублей. Килограмм 400 рублей. Килограмм 400? Да, да. Там все написано. Все есть. А греческая запрещена же у нас? Она идет там через сервис, да. Через что? Через бабу отправляли от этого бабушка. Из гречи. Бабушка отправляет. Бабушка отправляет? Греческая? Да. Так что от греческой бабушки, пожалуйста. А вот от подмосковной найти клубничку проблематично. Краснодарский, греческий. А подмосковная? Сейчас уже не отходит. Все. Отходит? Она еще не началась. Нет, нет, сейчас нет. Впрочем, продавцы не унывают и уверены, что подмосковной клубникой в этом году им все-таки поторговать удастся. Подмосковная будет, наверное, начало августа. Да? Да. Не поздновато? Нет, я думаю. А вы видите, какая погода? 8 мая снег пошел. То, что погода шепчет, очевидно. На ближайшие дни опять прогнозируют дожди. Но, может быть, сезон сместится так, что мы полакомимся нашей клубникой осенью. Максим Веспалов, Анатолий Харламов, Ольга Костальская. Новости 360. Новости 360. Новости 360. Продолжение следует...